Здравствуйте, уважаемые зрители! Представляем вашему вниманию церемонию награждения победителей третьей ежегодной премии «Перловая каша». Обладателями этой виртуальной награды традиционно становятся широко или не очень известные медийные персоны Волгоградской области, которые порадовали или обескуражили общественность своими перлами. Совпадение ли, но горсть перловки от высоты 102 в прежние годы зачастую доставалась тем, кто вскоре покидал намоленное место, а то и вовсе паковал чемоданы. Сегодня многие из них лишь эхо былых воспоминаний. Женщины в селе показывают натруженные руки, они говорят, смотрите, вот этими руками мы таскаем ведра с углем, этими руками мы рубим дрова, потому что, к сожалению, не в каждом дворе есть мужчина. Отойдите отсюда! Вы кто такой? Ячей комиссии! Подождите! Главная моя ошибка, о чем я жалею, что я понимаю, что когда ты куда едешь, даже если ты езжешь свои, то есть деньги, ты должен ехать с той компанией, с которой тебе будет комфортно. На протяжении больше года я хочу отметить, что меня постоянно дискредитируют. Эта ограда не у меня дома, как многие пишут, что я ее к себе дома установил. Она находится на территории города Волгограда. Есть и другие лауреаты премии информагентства, чье мнение авторитетно, которые не стрясают воздух пустыми словами, а знают им цену. Баженов был абсолютно бесстыжий, наглый, чрезвычайно пренебрегающий, даже этическими какими-то нормами. И огромная благодарность, сердечный вам поклон от всей Волгоградской земли за то, что вы его выгнали с работы. Отсутствуют координации как и с исполнительной властью, так, к сожалению, и на уровне областной думы. Так работать нельзя. Элита, придя во власть, считает власть служением, а истеблишмент считает власть источником дохода. Мы олимпийские чемпионки, нами все гордятся, нас все тут восхваляют, хотят везде видеть. А что для нас сделали в этом городе? Но долой прелюдию, приступим к основному действу. Рядовое заседание Городской думы, рядовой отчет начальника полиции перед депутатами о проделанной работе. Нардепы было заскучали, но стоило главному правоохранителю города-героя отойти от заготовленного текста, как слуги народа встрепенулись. Начальник ОМВД по Волгограду Андрей Сицкий награждается премией в номинации «Настоящий полковник». Уважаемые депутаты, вернее некоторые депутаты, которые внимательно слушали мой доклад, я, вот вы не обижаетесь, конечно, я вам сейчас как человек, проживающий в Волгограде, наверное, даже не как начальник управления, обращаюсь. К большому сожалению, вы вообще не знаете и не хотите знать, чем дышит наш город, герой Волгоград. Вы боитесь выйти, потому что боитесь попасть в тот же люк, который не закрыли у нас муниципальные наши учреждения. Кроме пиара абсолютно ничего не надо. Ничего не надо, только пиар ближе к камерам, снялись, показали и больше ничего не нужно. А я так понимаю, что боитесь выходить на улицу, чтобы не провалиться в открытый салон или не быть вкусными собаками. И снова к парламентской теме. Как говорил великий классик, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Эта обладательница мандата в областной думе не спит, не ест, а думает все о бюджете, который, как выясняется, нещадно треплет алчный избиратель. С какой интонацией, с каким знанием дела и марок дорогих машин говорит эта дама? Сразу видно, председатель социального комитета ЗАГС Собрания. Премию в номинации «Наши люди в булочную на такси не ездят» получает депутат областной думы Татьяна Бухтина. У нас, к сожалению, при предоставлении многих услуг нет категории нуждаемости. То есть мы даем всем. К чему это приводит? Вы знаете. Когда у нас за пакетом бесплатного молока люди приезжают на Порш Каене. Это есть, это существует. Вот эту систему нужно менять. Мы тратим ежегодно более 11 миллиардов на социальную поддержку граждан. К сожалению, часто это ведет к социальному юждивенчеству. Кому на Руси жить легко? О таких философских категориях, если перефразировать Некрасова, задумывается наш следующий лауреат. Вернее, не задумывается, а утверждает. Никому. Причем повторяет об этом завидным постоянством. Но вы поняли, кого я имею в виду. Обладателем премии в номинации «Тяжело в учении. Легко в бою» становится губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Легко не будет. Будет сложно, непросто. Простых решений нет. Время пришло принимать решения. И время пришло принимать сложные решения. Время непростое. Я еще раз повторю, что у нас никогда простого времени не было и не будет. Знаю, что будет непросто, а когда-то просто. Следующий наш лауреат за этот год не раз становился объектом критики со стороны общественности. Ему не посчастливилось возглавлять фонд капитального ремонта. Дома обновляют, но как? Этой осенью почти сотни квартир в многоэтажках региона оказались затоплены. Можно и потерпеть, дело-то благое, говорят несчастным жильцам. В номинации «У природы нет плохой погоды» премию получает Сергей Сегаев. У нас дожди бывают и в мае, и в июне, и в июле, и в августе. Дело в том, что те ошибки, которые подрядная организация допустила при вскрытии кровли, зная о том, что через два дня будет дождь, но это, знаете, это не вина фонда капитального ремонта в части организации работы. А этому депутату в пору не в Думе работать, а в органах безопасности. Возглавляемая им комиссией по борьбе с коррупцией – самая засекреченная служба в областной Думе. Чем она занимается? Тайно покрытая мраком. Вот и фамилии нардепов, отказавшихся подавать в Думу декларации о своих доходах, этот депутат под страхом смерти отказался выдавать журналистам. Премия в номинации «Боец невидимого фронта» получает депутат Ублдумы Юрий Чекалин. Я не смогу, к сожалению, поделиться с вами фамилиями, потому что нужно вам обратиться в письменный запрос, и тогда мы в течение 7 дней будем давать ответ. Это вот так, то есть по-другому никак. Вы поймите правильно, потому что у нас, может быть, потому что комиссия, особенно связанная с особенным, так сказать, конечством вопроса, я действую строго в рамках законодательства. Мне не хотелось бы, чтобы я какие-то там что-то в фамилии сказал, а потом, в общем-то, ко мне были претензии со всех сторон. Журналисты привыкли, что представители силового блока в своих комментариях скупы на эмоции, изъясняются сухим юридическим языком. Этот правоохранитель сломал стереотипы. За эмоциональность, образность и выразительность речи премию в номинации «Ну, паршин, погоди!» получает первый зампредседателя СУСКР по Волгоградской области Валерий Сафонов. Есть там горячие головы, которые намереваются нанести удар по следствию, но я вам скажу одно, удар будет нанесен обратно и очень серьезный. У нас нет никаких сомнений в том, что Паршин совершил это преступление, я уже не говорю про те приговоры, которые уже состоялись в отношении подельников. Беда только в том, что, к сожалению, депутат уважаемой Государственной Думы, он прикрывается своим иммунитетом и всячески препятствует нам окончании следствия, прикрываясь то участием в заседаниях Государственной Думы, то мнимой своей болезнью, а сам как трусливый заяц бегает от нас. Не будем откладывать в долгий ящик и награждение самого Паршина. Сколько информповодов он подарил прессе в этом году, как неустанно удивлял избирателей своим экзотическим поведением, как разыгрывал театральные сцены на глазах у изумленной публики. Такого актерского мастерства в нем никто не подозревал. Премию в номинации «Заслуженный артист Советского Союза» получает депутат Госдумы от КПРФ Николай Паршин. Меня пытается похитить. Я прошу вызвать сюда скорую. Я уже вызвал скорую, так что ждем. Бывших журналистов не бывает. Мастерское владение словом выдаст таку лупера лучше всякой биографической справки. Для публичных деятелей такое умение – настоящая находка. Как в словесном поединке нанести сокрушительный удар оппоненту, не выйдя за рамки этики и регламента? Спросите у него. Обладателем перловой каши в номинации «Черный пояс» по словесному карате становится депутат областной думы от «Единой России» Александр Осипов, обратившийся к коммунистам. Вы пытаетесь оседлать коня, которому прежде всего вы откусили ноги. Ускакать на таком коне вам не удастся. Вы сначала загнали все социальные льготы и сделали невозможным бюджет развития, а теперь вы предлагаете еще и корректировку того, что и так чрезмерно. Вы прекрасно знаете, что бюджет сейчас не является бюджетом развития. Вы знаете, что он архисоциальный. Зачем же накручивать хвоста этому безногому коню, на котором вы не собираетесь даже ехать? Тяжело политикам, не жалеем их. Как нелегко им убеждать публику в том, во что они зачастую сами не верят, иными словами делать мину при плохой игре. Вернемся к теме капремонта. Когда в домах региона стали менять только фасад и крышу, людям стало понятно, что это не капитальный ремонт в Офте, а косметический. Награду в номинации «Баснями славьев не кормят» получает заместитель губернатора Валентина Гречина. Мы вынуждены говорить жителям, что мы сегодня в этом году на вашем доме, исходя из тех денег, которые у нас есть в кошельке, мы можем выполнить только один вид ремонта. Если мы делаем один вид ремонта, то у нас есть право вернуться и сделать в течение этого периода все виды работ, которые на доме предназначены. Не хлебом единым живет волгоградский чиновник. Еще и колбасой, вареной в том числе. Теперь понятно, отчего в магазинах так стремительно растут цены, пропорциональный аппетит у представителей власти. За правильный бутерброд в администрации области отвечает замгубернатор Александр Беляев. Ему и достается премия в номинации «Два кусочка колбаски». Посмотрим сами эти цены. Посетим обязательно комбинат «Заря», посмотрим производство и посетим обязательно «Царь продукт». С дегустацией. И там, и там. И, пожалуйста, нам, вот как социальный хлеб у нас, а в этом, в корзине из 24 у нас там есть какая-нибудь колбаса социальная или что-нибудь нету? Вареная. Вареная, колбаса вареная, да? Вот как раз мы и покушаем. ПОКУШИТ Вкусно! Абсолютно все на право. Ну, цена была чудачка. По мнению. Василий Васильевич, ну возьми. Лучше деньги потратить на продукты, чем на лекарства. Хочется верить, что и вы, наши зрители, несмотря на стремительно отражающие продукты, смогли побаловать себя в Новый год чем-нибудь вкусным. А мы надеемся, что перловой кашей журналисты «Высоты 102» не сильно насолили отдельным ее лауреатам. Улыбнитесь, вас снимает «Высота 102». С наступившим Новым годом вас! До новых встреч! Субтитры подогнали Симон.